Доброе утро! Я навещаю этот город, и плюс еще ко всему летнее время училище не работает, поэтому можно спрятаться в родных стенах и немножко позаниматься, что всегда мне помогает, идут навстречу и предоставляют классы с инструментами, родными инструментами. Родные стены помогают родными инструментами. Я сейчас, кстати, занимаюсь на рояле, на котором я играл госэкзамен. И как? Помнят клавиши? Вы знаете, ощущение, да, то есть это родное, это очень родное. А какую программу вы готовите к октябрю? А поскольку концерт посвящен... вообще очень такая с датой связана, вокруг цифры 20 все крутится. 20 лет назад, в сентябре 1994 года, по-моему, это был сентябрь или октябрь, мой профессор, которого я еще даже не знал такого имени, поскольку недавно приехал относительно из Армении, играл в Перми, в КДЦ. Я сейчас не знаю, как называется зал, второй концерт Рахманинова. А я в этот момент учил этот концерт. Я с огромным удовольствием слушал, это было совершенно потрясающе. И так получилось, что через 9-10 месяцев я около Московской консерватории, знакомлюсь с человеком, разговорились, он очень доброжательно со мной общался, спросил, что мне надо. Я попросил, он поднялся, пришел, сказал, что этих людей нет, чем он может помочь. Я сказал, что вот, хочу поступить, записываю телефон, записываю на ум Штаркман. Здесь у меня коленки просто подкосились. Я умолял, говорю, простите, пожалуйста, я вас слушал в сентябре в Перми, я не узнал. Он мне до окончания своей жизни, до конца дней своих, он помнил эту историю, говорит, ты, Игорь, ты стоял, ты меня слушал на концерте, стоял со мной, полчаса разговаривал, не знал, кто я. Это было 20 лет назад. Также 20 лет назад я закончил Пермское музыкальное училище в 1995 году. Я очень надеюсь, что удастся собрать какое-то количество моих друзей, которые совершенно потрясающие музыканты, и поют, и играют. Удастся как организовать какой-то концерт. Юбилейный концерт, такой выпуск. Да, поскольку вообще вот эта организаторская история, она как-то во мне живет. Мне всегда хочется, я сижу в Фейсбуке, безусловно, но терпеть не могу это, потому что все эти интернет-ресурсы, все эти, они разделяют людей. А я люблю живое общение, поэтому очень хочу, чтобы снова собрались. Я думаю, это получится, это будет большой праздник. А что касается программы, то, поскольку это связано с моим профессором, я 20 лет, как я его услышал, я бы хотел сыграть в концерте те произведения, которые были для него очень близки, и которые, на мой взгляд, мне удалось постичь. Будет блок времен года Чайковского, несколько месяцев, будет обязательно Шопен, баллада или баллады, полонез, мазурки, и будет цикл Дебюси, образы, две тетради. Насколько я изучил правильно Пермьскую филармонию, программу за очень-очень много лет, насколько я понял, что целиком этот цикл никогда в Перми не исполнялся. Это совершенно потрясающая музыка, шесть образов, совершенно уникальная просто. И это одна из моих любимых сочинений вообще, и я хочу это исполнить во втором отделении. — То есть будет отделение с такими некрупными произведениями и образы во втором? — Да, образы, да, они длятся где-то 33 минуты. Это совершенно магическая, волшебная музыка. — Ну, а музыке говорить — дело неблагодарное. Лучше послушать один раз, чем сто раз какие-то рассказы. — Я приглашаю друзей, я приглашаю всех тех, кто меня помнит. — Когда, куда? — 11 октября дворец Солдатова, да? — Да, именно так он сейчас называется дворец культуры, центра культуры именно Солдатова. Спасибо вам большое, что нашли время к нам прийти и поделиться этой информацией. Будьте рядом, поделимся интересом. — Спасибо. — Спасибо.